Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск День за днём. С вами Виталий Волков. О событиях в городе и регионе расскажем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. В Сафоновском районе обнаружена незаконная вырубка леса. Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Торжественное открытие детской игровой площадки. Детская площадка появилась благодаря вашей инициативе, вашему желанию решать городские вопросы. А теперь об этих и других новостях подробнее. В Смоленской области до 2024 года направят свыше 2,5 миллиардов рублей на финансирование 8 региональных проектов в составе нацпроекта образования. Как сообщили в администрации области, финансирование одного из рекпроектов «Современная школа» состоит более 1 миллиарда рублей. Благодаря модернизации действующей инфраструктуры и системы общего образования в смоленских школах планируется создать около 2000 учебных мест. Кроме этого, реализация регионального проекта предполагает переподготовку и обучение по новым педагогическим стандартам учителей. Планируется обновление материальной базы учреждений с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ. Вместе с тем, в 100 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности или малых городах Смоленской области, будет создана сеть центров образования, цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Смоленщина готовится к выборам. В единый день голосования 8 сентября на территории области пройдет избирательная кампания. 202 избирательных участка будут открыты в 14 муниципальных образованиях региона. Для обеспечения безопасности во время голосования Главным управлением МЧС России по Смоленской области проводится комплекс мероприятий. Сотрудники ведомства совместно с представителями прокуратуры, полиции и администрации муниципальных образований проводят обследование помещений, задействованных в избирательной кампании. Для обеспечения безопасного проведения выборов, а также для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, на всех объектах предусмотрено дежурство сотрудников чрезвычайного ведомства. Старейшая проблема лесного хозяйства России – незаконная вырубка лесных насаждений продолжает обостряться. Под Смоленском черные лесорубы незаконно вырубили лес на 1 миллион рублей. Подробности в сюжете. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых с поличным при погрузке бревен. Они проводили незаконную вырубку на особо охраняемой природной территории вблизи автодороги М1 Москва-Минск. Нарушителями оказались местные жители в возрасте 45 и 32 лет. У них были изъяты бензопила и техника для транспортировки бревен. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что всего они спилили свыше 100 деревьев породы береза. Оперативники выяснили, что задержанные не имели разрешительных документов на заготовку древесины. Своими противоправными действиями подозреваемые причинили государству ущерб на сумму около 1 миллиона рублей. Следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». За совершенное правонарушение преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Продолжение темы. Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Чтобы этого не произошло, Пекин должен подключиться к решению проблемы незаконной вырубки. Министр подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа. Так, Россия предлагает совместно построить селекционно-семенно-водческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал вдоль границы на территории России. Кобылкин не впервые говорит о возможности полного запрета на экспорт леса в Китай. В 2018 году он уже выступал за идею наведения порядка в данной области, в частности, решить проблему восстановления лесов. В области началась вторая волна кровавых нападений клещей. Аппетит у них по-прежнему хороший и сохранится он не только до конца месяца, но и в сентябре, и даже, возможно, в октябре, пока будет тепло. Жителям стоит помнить элементарные правила защиты от насекомых. В лесах, парках и открытых полях стоит максимально закрывать тело одеждой, а также не лениться осматривать себя каждые 15 минут. С начала года в медицинские организации обратилось чуть меньше 2500 смолян, пострадавших от присасывания клещей. В том числе 684 ребенка, что почти на 98% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты отмечают, что инфицированность клещей довольно высока. 15% снятых с людей клещей заражены, то есть каждый седьмой. Если укуса избежать не удалось, нужно обратиться к специалисту и желательно не вытягивать клеща самостоятельно. И стоит помнить, если клеща не удалось сохранить, чтобы принести к специалистам на исследование, все равно нужно обратиться за медицинской помощью. Запуск Смоленского колеса обозрения отложился на неопределенный срок. В ходе очередной рабочей поездки по городу глава региона проинспектировал ход работ главного аттракциона Смоленщины. Новое колесо обозрения, которое станет в два раза выше предыдущего, должно было открыться 18 августа. Однако к этой дате не будут готовы сертификационные документы, удостоверяющие безопасность аттракциона. Алексей Островский потребовал перенести сроки запуска. В нашем городе интересам детей со стороны властей и общественных организаций уделяется пристальное внимание. Настоящим подарком для маленьких жителей Десногорска стало открытие игровой площадки возле городского фонтана. В Десногорске на площади у городского фонтана открылась новая детская площадка. Взрослые подарили детям настоящий праздник. Этот современный игровой комплекс заменил старую конструкцию, которая находилась в плачевном состоянии. Мы сегодня официально открываем первый, я бы сказал, настоящий детский городок. Мне бы хотелось, чтобы плоды и результаты этой деятельности, они долго радовали всех вас. Детская площадка эта появилась благодаря вашей инициативе, вашему желанию решать городские вопросы. Новый детский городок – результат совместной работы жителей и администрации Десногорска, а также администрации Смоленска области. Еще в 2018 году активные жители Десногорска решили, что современной игровой площадке в городе быть. Это показало голосование в рамках программы «Мой любимый город». Тогда же Десногорску было предложено поучаствовать в интересном проекте. Администрация Смоленска области предложила муниципалитету поучаствовать в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Мы с радостью приняли данное предложение. Полтора миллиона рублей было выделено губернатором Смоленской области Алексеем Владимировичем Островским и полтора миллиона выделено генеральным директором концерна «Санергатом» Андреем Ивановичем Петровым. Итого бюджет данного проекта – 3 миллиона рублей. И в текущем году данную игровую площадку мы построили. Проект инициативного бюджетирования – это часть областной государственной программы «Местное самоуправление в Смоленской области». Проект работает в первую очередь для жителей населенных пунктов Смоленщины. При их должной инициативе городские проекты может профинансировать администрация Смоленской области, как это случилось и в Десногорске. На 50% финансирования области здесь и половина необходимой суммы была привлечена со стороны организации. Вот в Десногорске это атомная электростанция и небольшая часть, конечно же, жителей. Уникальность событий в том, что Десногорск – первый населенный пункт, который победил в этом конкурсе. При этом дальнейшее участие муниципалитета не возбраняется. Администрация Смоленской области и дальше готова помогать Атомграду. Но инициатива должна идти в том числе и от самих жителей. Алексей Лавьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok